Добрый день, дорогие друзья! С вами снова канал ОМЗАП, компания ОМЗАП. У нас сегодня приехал автомобиль Kia Bongo 3 с двигателем D4CB Euro 5. Проблема какая? Проблема, судя по всему, по описанию и по звуку и по выхлопным газам, дело в топливной форсунке. Сейчас нужно провести некоторые процедуры, чтобы вычислить, какая топливная форсунка не работает и, естественно, отремонтировать ее. И, естественно, еще нужно будет проверить топливный фильтр на наличие стружки в топливном баке, в топливном баке, в топливной системе. Вот. Ну, в принципе, проблема довольно-таки известная. Часто мы ее описывали, поэтому будем приступать. Вот наш двигатель. Особенностью этого автомобиля и двигателя является то, что, как вы видите, очень-очень плотно стоит двигатель к, скажем так, крышке капота. Как правильно ее называть? Ну, в общем, для любых работ, которые мы планируем здесь произвести, нам нужно будет разбирать салон и снимать крышку капота, чтобы добраться до тех же самых форсунок. Ну и вообще до любого места в этом двигателе, чтобы добраться, нужно разбирать салон. Вот. Ну, для начала мы попробуем, не разбирая салон, выяснить, какая все-таки форсунка не работает. Попробуем поставить сначала тест на обратку и подключать форсунки по очереди. Так как блок управления двигателем, к сожалению, не показывает, какая форсунка конкретно не работает. Он просто показывает, что неполадки в топливной системе именно конкретно не указывают на цель. Вот. Поэтому начнем с этих процедур. Ну что, каким-то чудом мы все-таки подключили наши колбочки с обраткой. Доступ просто замечательный. Каждый день мечтаешь, что такую тачку ремонтировать. Скорее бы Бонго приехал с европятым двигателем. Ой, дай бог здоровья, форсунки с ебаным конструктором, блядь. Вот бы еще каким-то чудом кто-нибудь завел автомобиль. Было бы замечательно. Итак, мы видим, что у нас третья форсунка льет в обратку. Это видно прям невооруженным взглядом. Видите, за короткий период, буквально за 5 секунд почти полная колба. Но по звуку прекрасно слышно, как какая-то из форсунок еще и вдобавок ко всему в подачу льет. И это может быть не третья форсунка, не забывайте про это. Вот. Поэтому нужно выяснить, так ли это или нет. А можно вам вопрос задать? Да, конечно. Я слышал, что со временем медные кольца, которые под форсунками, они прогорают. Это правда или нет? Конечно, так и есть. Так и есть, да? Но это считается сильной проблемой и очень распространенной. В основном на двигателях D4CB, Euro 3, Euro 4. Там стоит божевская топливная система. И при прогаре колец проблема переходит на весь двигатель. Потому что гарь, которая летит из камеры сгорания и подгоревшее масло, оно все остается в картере двигателя и забивает заборник маслоприемника. А рекомендация, как их вообще, как меня, через какой пробег примерно? В среднем 50-60 тысяч. Ага. Все ясно, спасибо. Видите, да? То есть из всех 4-х, 3-я прям моментально набрала примерно стаканчик. Салон, как вы видите, мы разобрали. И, в принципе, у нас появился довольно-таки неплохой доступ к двигателю данного автомобиля. Вот. Дальше что мы делаем? Сейчас мы будем запускать двигатель и пытаться по очереди отсоединять форсунки. Смотря на... Нужно при этом смотреть, какой выхлоп идет из выхлопной системы. И как ведет себя двигатель, перестает ли он стучать или нет. Давайте сейчас я ее отключаю, вот посмотрим. Бенит, она перестает или нет? Нет. Но при этом реакции вообще надо. Как будто двигателю стало легче. Ну и дыма вроде стало меньше, да? Я все-таки советую снять все 4 форсунки и проверить их на стенде. Заодно поменять шайбы. Ну и для начала, наверное, мы сейчас все-таки проверим топливный фильтр, есть там стружка или нет. Проверяется фильтр на стружку. В принципе, довольно-таки легко и просто. И все, что нужно, как говорится, соблюдать некоторые действия. То есть, во-первых, емкость, куда вы его переливаете, чтобы облака будет переливать. Ну и выливаем содержимое в нашу емкость. Так, ну в принципе, уже мы видим, что там есть немного воды. Кстати, вот к слову, отдатчики воды. Видите, внизу на дне пузырьки. Честно говоря, я плохо вижу. Ну, вам виднее. Вон, видите? Угу, да, да. Пузырьки. Это вода. Вода всегда на дне. Дальше мы что делаем? Большую часть нам нужно слить. И чуть-чуть оставляем солярки на дне. Чтобы мы уже видели все, что вот на дне осталось. Видите, намного лучше стало. Воду видно. Не знаю, камера передаст, нет. И после этого берем магнит. Сейчас возьму магнит нормальный. Дальше берем магнит и вводим по дну. И смотрим, будет ли за магнитом идти металлическая стружка. Честно говоря, несмотря на воду, топливо довольно-таки чистое. И стружку в данный момент я не вижу. И воды, в принципе, вот почему датчик не срабатывал. Скорее всего, воды просто не хватало. То есть там тоже должен определенный уровень воды набраться, отдать в фильтре. Чтобы сработал датчик. Не так, что там вот эти вот 5 грамм налились, и все, он должен пищать. Нет, такого не будет. То есть там определенное количество набирается. Точно я не скажу, потому что не знаю, насколько выходит сам датчик в фильтре. Нет, стружки нет. Ну, я дал, только что вот я вам говорил, что, скорее всего, воды мало. Вы же видите, смотрите, вот вкручивается датчик. Вот он концевик, который передает сигнал на воду. Потихонечку представляем, да? Вот так он закручивается. То есть уровень довольно-таки немаленький, да? Чтобы воды было много. Поэтому он и не срабатывает. То есть какой-то допуск в этом всем есть. То есть, как бы, поэтому ничего страшного. Так, ну что, в дальнейшем. Сейчас мы решим, снимаем мы все форсунки или только две. Потому что две у нас уже под вопросом. Это третья и четвертая форсунка. И в рекомендации у нас, ну, не в рекомендации, а уже мы планируем замену топливного фильтра. Вот. И будем что-то думать с третьей и четвертой форсункой. Что, в общем, сейчас все увидим. Мы приняли решение снимать все четыре форсунки. С клиентом согласовали все. С сыной тоже все обговорили. Все вроде как устраивает. Снимаем четыре форсунки. Третья и четвертая мы уже знаем, у нас будет ремонт. Но мы четвертую все-таки еще попробуем прогнать на стенде. Вдруг там электрическая часть перестала работать. И тогда уже ремонтировать ее бессмысленно. Ну, такое крайне редко бывает. Но бывает, к сожалению. Вот. А первую, вторую мы проверим. Третью можно, в принципе, тоже проверить. Сколько она куда льет. Ну, там тоже будет по-любому ремонт. В общем, с головой разговаривать много будем. Форсунки имеют свой уникальный код. Зачастую, если все стоит родное, они прописаны в блоке управления двигателем. И сейчас, допустим, чтобы не было никаких проблем, чтобы форсунка в нагрузке не начала стучать, либо как-то некорректно работать. При съеме каждую форсунку нужно метить, где она стояла. Вот он, код. Видите, да? Вот номера форсунок. И вот большой буквенно-циферный код. В принципе, это все тоже решаемо. Но дабы дальше это так же легко собрать, как разбиралось все, мы просто помечаем каждую форсунку. Вот первый цилиндр, да? Там второй, третий, четвертый. Где она была? Шайбы, кстати, уже в плохом состоянии. Здесь уже кто-то был, кто-то чем-то мазал. И шайбы, как видите, они либо были прокалены, либо, не знаю, ну, в общем, плохо выглядят. Судя по шайбе, что я могу сказать, что нужно будет обязательно обработать поверхность, где она стояла. То есть почистить посадочное место фрезой. Так, форсунки мы достали. Сейчас мы их чуть-чуть почистим и будем по очереди ставить на стенд для проверки их показаний, то есть как они работают. После чего мы будем ремонтировать необходимые форсунки, которые требуют ремонта. И после этого почистим посадочные места и будем собирать все в обратном порядке. Перед установкой на стенд нужно обязательно эти места очистить, дабы этот стенд не испортить резиновые уплотнения, которые портятся. Обязательно нужно щеточкой пройтись. Далее, что мы делаем. Здесь вот на форсунке есть оригинальный номер 33804А710. Это номер форсунки. Есть, в принципе, номера именно по производителю Delphi, но мы обычно пользуемся именно этим номером. Здесь мы выбираем в программе у нас проверку форсунок. 710 форсунка. Вот она, видите, сразу выбилась. Выбираем 33804А710, как на форсунке написано. И вот наш тест-план. Дальше мы устанавливаем на место форсунку. Так, первую форсунку мы установили. Ну и дальше мы просто запускаем наш стенд для проверки. А тем временем я буду готовить с остальными форсунками. Смотрите, тест у нас прошел. Первая форсунка в данном случае у нас. Смотрите. Ну, всегда, в принципе, так. Для нас, для людей, которые этим занимаются и понимают. Мы, в принципе, всегда начинаем понимать потом о том, как работает форсунка сразу по первому тесту по очистке. Когда идет очистка от воздуха. Вот. По показаниям. Здесь он не считается важным, но любой человек, занимающийся ими, он уже знает, что если там от 25 до 35, то форсунка более-менее рабочая. Второй тест – это у нас проверка на утечки. То есть тут главное, чтобы форсунка не дала ничего в подачу. И обратка была вот приблизительно вот в этих параметрах. Видите, от 17, ну, 17,5 плюс-минус. Вот. То есть от 0 до 35. Дальше. Дальше основной тест – это тест высокого давления. Подача должна быть в таком пределе. 22,8 плюс-минус. А подача обратки должна быть в таком пределе. Видите, у нас форсунка работает идеально. Ну, и дальнейшие тесты, то есть из всех дальнейших тестов у нас самым важным считается тест по низкому давлению. Вот он. Это у нас среднее давление, низкое давление и предвпрыск. Вот. Вот из важного. Вот видите, тоже у нас низкое давление. То есть это холостой ход двигателя. У нас форсунка тоже работает отлично. То есть 2,1 в подачу. Обратка как бы тут не играет роли. Но если она там, допустим, здесь будет не 5, а, допустим, 10, это значит форсунка уже в обратку подливает. Ну, это тоже как бы из опыта людей, занимающихся ремонтом форсунок. Вот. То есть эта форсунка уже будет под вопросом. Ну, в нашем случае первая форсунка работает идеально. Мы сейчас распечатаем этот тест-план. И чтобы клиент знал, что действительно форсунка в хорошем состоянии. Итак, в принципе, вторая форсунка у нас тоже может быть идеальная. Видите, сам рабочий процесс тест-плана. Чистка прошла успешно. Ну, то, что я говорил, 25 метров, 25 метров, это нормально. По утечкам тоже все отлично. Вот он тест высокого давления. Видите, подача в нужном пределе. Обратка в нужном пределе. Ну, то есть форсунка работает отлично просто. Мы опять печатаем тест. И дальше у нас уже две интересные форсунки, на которые у нас подозрение, что они неисправны. Сейчас вот будем смотреть, как они себя поведут на стенде. В случае нам, видите, о чем говорит, что вот, видите, заданное давление не было достигнуто в члене везда время. Это говорит о том, что форсунка слишком много сливает жидкости проверочной, что стенд даже не может набрать заданное давление. То есть он даже не может ее проверить, потому что слишком большая утечка идет по обратке и подаче. В принципе, то, что нам показал тест обратки и то, что нам показала выхлопная труба вначале, что мы делали. То есть смотрели, когда отключали эту форсунку, то есть шел дыма было меньше. И то, что по обратке она налила тоже по тесту обратки. То есть стенд даже ее проверить не может. То есть такая большая утечка. То есть клапан вообще не работает. Импутация ее починить. Самая интересная форсунка номер 4. Вот сейчас тут дилемма, как она себя поведет. И вообще рабочая она или нет. Все-таки крайняя мера, что есть возможность того, что у нас проблемы с проводкой на 4 форсунке. Такое бывает. Там идет жгут, который, кстати, частенько выходит из строя на этих машинах. Нам покажет, работает она или нет. Давление она у нас набрала. Хороший показатель. Посмотрим по первому стенду. В принципе, как я и говорил, должно быть понятно, что к чему. Ну, всегда нужно проверять целиком, потому что, допустим, бывают такие случаи, что в первой тесте проходишь все в идеале. Но когда форсунка проходит тест высокого давления, у нее клапан открывается на всю, и она очень сильно льется в подачу. Ну, так, конечно. Вроде неплохо, но по крайнему пределу, видите, то есть у нас от 18,6 подача должна быть до 27. По крайнему пределу она... Тест прошла. Что? Тестим дальше. Тут уже многовато, видите, средние обороты, среднее давление, и уже чуть больше подачи положенного. Ну, и тест по предвпрыску, она тоже в нижнем пределе, видите. Вот 0,3 до 2,1, вот 2,0 она его прошла. Так что, в целом, можно смело ставить эту форсунку. Возможно, она у нас не работала, только лишь из-за того, что плохо прижималась медная шайба, и в цилиндре не было компрессии. А как вы знаете, дизельные двигатели без компрессии, они просто не работают, потому что нет сжатия и нет, естественно, взрыва. То есть цилиндр отключается. То есть если небольшая где-нибудь щелка, то есть уходит сжатие, и все. Форсунка, она даже рабочая, она не будет ничего давать, то есть не будет работать цилиндр. Соответственно, мы проверим проводку на всякий случай, то есть жгут проводов, про которые я говорил. Ну, просто его прозвоним, то есть чтобы контакты были в норме. И после этого поставим новые шайбы, и эту форсунку, в принципе, без ремонта можно ставить на место. Она будет работать, несмотря на вот этот показатель среднего давления. Она будет вполне хорошо работать, судя по всем остальным показателям, судя по всем остальным тестам. Можно ее смело ставить. Проведя, видите, такую несложную процедуру, мы выяснили, что у нас три форсунки в отличном рабочем состоянии, а третью нужно помыть, получается. Что мы сейчас будем делать? Ну, ее сейчас разберем. Распылитель моем в ультразвуке, в ультразвуковой ванне. Клапан будем менять, ставить новый. Это, в принципе, как говорится, не особо сложная процедура. Ну, для меня уж точно. То есть, если вы это будете делать в домашних условиях, мне кажется, что это будет сложновато, потому что я могу ее разобрать, помыть, сделать и проверить на стенде, а если у вас стенда нет, то лучше этим заниматься. Потому что будет очень много раз разбирать ее, ставить, собирать, не знать, в чем причина, почему она не работает. Плюс распылитель, в нем очень тоненькие отверстия, их даже, в принципе, невозможно увидеть невооруженным взглядом, ну, невооруженным глазом, чтобы рассмотреть эти отверстия, нужно смотреть под микроскопом. Вот. И правильность распыла тоже нужно проверять. То есть, только можно проверить на стенде. При разборе главное все делать аккуратно, потому что здесь очень много мелких деталей, которые можно потерять. Но если вы их потеряете, вы их просто потом не найдете. Это у нас крышечка. Это распылитель. Это пружинки. Видно тяга. Это у нас иголочка. Иногда она очень сложно выходит. Вот. Эти клапан синий. Это говорит о том, что неправильная работа была в перегреве. Вот. Покладываем в такую корзинку. Вот сам клапан, который дозирует подачу и обратку. То есть, это как бы самая частая причина поломки в таких форсунках. Вот. Вот эта втулочка. Цилиндрик. Видите, какой. Вот. На каждой форсунке свой цилиндрик. Он поджимает вот эту пружинку, которая поджимает, в свою очередь, вот этот клапан. Сам клапан. Вот этот цилиндрик, самое важное, его нельзя потерять. Вот. Если вы его потеряли, эта форсунка будет работать некорректно. Ну, либо потом придется очень долго и сложно его подбирать. Ну, вот это вот все выкладываем в нашу корзинку. Вот. И ставим ультразвуковую ванну. Если на этих деталях много нагара, вот как, допустим, да, видите, здесь есть грязь, нагар. Вот. Лучше это все дело почистить, потому что ультразвуковая ванна, чем больше в ней мусора, тем хуже она работает. Все. Очистили от лишней грязи, которую мы можем убрать, скажем так, руками. Дальше включаем ванну. Уложим в нее в наши запчасти. Открываем крышкой. Здесь мы выставляем мощность на все. В принципе, у нас металлические части и нужно по максимуму их отбить от всяких загрязнений. Температура хочет побольше. 40 градусов всегда достаточно. И минут на 15 идем пить кофе, чай. Итак, пока у нас запчасти ультразвуковая ванна и мы ждем наш клапан. Вот. Как ребята нам его притащат. Мы, в принципе, чтобы время не терять, поменяем сейчас топливный фильтр и подготовим посадочные места под форсунки. Поэтому. Потому что время – деньги. не только наши, но и клиентские. Самое важное – не забывайте про резиновое колечко. Если вы сняли, и оно, допустим, приклеилось к фильтру, обязательно его поставьте. Иначе, если его потерять, или забыть, или не поставить, будет из этого места вытекать из топлива и подсасывать воздух. А, как мы знаем, Долфайская топливная система абсолютно не любит подсос воздуха и вообще воздух в топливной системе. Потому что из-за нее, из-за подсоса воздуха может форсунка заклинить. Топливный фильтр у нас на Бонго стоит вот здесь вот, возле переднего левого водительского колеса. В принципе, на портерах он тоже в этом месте приблизительно там где-то выше, где-то ниже. В общем, он здесь. груши накачиваем. Солярочку. Предварительно откручиваем вот этот вот есть такой барашек. Вот, откручиваешь и накачиваешь солярку. Пока не удалится весь воздух. начнет вытекать вытекать без топлива именно без воздуха. Слышите, вот она шипит. Не знаю, слышно вам, нет? Груша накачивается за стояние камня. То есть, когда вы ее уже... Видите, я открываю, воздух не идет. Пытаюсь накачать и я ее продавить уже не могу. Это значит, что уже топливо хорошо прокачалось, воздуха в фильтре нет. Да, посадочные места, конечно, выглядят совершенно нехорошо. Сейчас мы их будем все вычищать и обрабатывать фрезой. Итак, с первым цилиндром мы, в принципе, может, так, закончили. Вот. Сейчас, сейчас, лону. Да, результат должен быть примерно вот такой. Видите, да, поверхность стала вся блестящая. То есть, фреза уже берет всю поверхность и она уже ровная. Дальше мы сделаем то же самое со вторым, третьим и четвертым цилиндром. И после этого можно будет устанавливать форсунки. Поехали дальше. Итак, здесь мы все подготовили. Почистили посадочные места фрезой. В принципе, все довели, можно сказать, до блеска. Вот. Теперь как раз можно уже идти собирать форсунку. третьего цилиндра. Она как раз у нас откисла в ультразвуке. И проверять, как она работает будет после ремонта. Пойдем. Вот наш клапаночек привезли с дальнего склада. Ну и упаковочки. Так вот, красиво их пакуют, чтобы он не развалился по дороге. Ничего с ним не случилось. Вот наши запчасти. Сейчас это мы все после ультразвука промываем очистителем. Потому что в ультразвуке используются специальная химия. Не продувать, потому что улетают они на раз-два-три. Вот так аккуратненько. Особенно вот этот цилиндрик. Это вот то, что я говорил. Если вы его потеряли, то это очень плохо. Аккуратненько его на место ставим. Проверить, если вы его не смогли достать, проверить, потерялся он или нет. Ну, легко. Пружинка, если выпирает, то есть дальше не проваливается, значит он на месте. Клапан крутится свободно. Лучше их проверить, потому что клапана бывают разные. На вид все хорошо. Кто-то чем-то мажет, кто-то вот дышкой все это заливает. Ну, я вам так скажу по опыту, это все до одного места. Если все нормально, то форсунка работает и без всяческих смазок. Еще один важный момент. Форсунка закручивается определенным моментом, потому что если вы ее перетянете, клапан работать не будет. Если не дотянете, она будет течь на корпусе. Вставляем моменты до щелчка. Теперь устанавливаем на стенд и проверяем ее работоспособность. Итак, мы провели наш тест-план, провели наш тест. Как вы видите, у нас все тут зелененькое, все хорошо. И, ну, грубо говоря, почти получилось у нас как новая форсунка, так что все должно работать. Сейчас мы тест-план наш распечатаем. Ну, это для клиента, чтобы он знал, что мы действительно все сделали как надо. Все у нас везде, подача совпадает. С тест-планами обратка совпадает. Все будет. В принципе, осталось нам эту форсунку поставить и запустить наш двигатель. Новое колечко. Смотрите, как оно должно выглядеть. Видите, вот такая толстенькая, маленькая. Кстати, вот для сравнения кольцо, которое стояло, видите, оно совершенно не такое, как должно быть. То есть, оно больше в диаметре. Видно, да? И толщине тут уже не поймешь, но оно чуть-чуть тоньше, мне кажется. Может, конечно, его сплющило, многие так могут нам сказать, но вряд ли. Ну и, кстати, обратите внимание, видите, отпечаток какой-то. То есть, его ставили прямо в грязь. Это мы все почистили, как вы уже видели. Сейчас мы ставим сюда новое кольцо. Обязательно промазываем вот здесь вот эту часть литольчиком. Для чего? Для того, чтобы резиночка, которая там в блоке, в головке, вот, не задралась, когда я буду ее вставлять. Остальные форсунки, как вы видите, я уже поставил, пока мы проверяли эту. Подтягиваем ключиком не сильно. Сначала здесь, потом здесь. Поочередность лучше не стоит менять. Почему? Потому что иначе может дистопливо проливаться, то есть, подтекать либо здесь, либо здесь. То есть, в любом из этих мест оно будет подтекать. После того, как мы подтянули, мы берем динамометрический ключ, выставляем 30 ньютон-метров. Это момент затяжки болта-форсунки на двигателе D4CB. И тянем до щелчка. Все, проверили. Болт затянут. После этого дотягиваем вот этот штуцер. остальные я пока протягивать не буду, потому что, чтобы запустить Делфайевскую топливную систему, ее сначала нужно развоздушить, иначе есть шанс заново поставить форсунки в клин, то есть, заклинить их воздухом. То есть, соответственно, нам нужно топливо довести по максимуму до самой форсунки. В самой форсунке имеется промывочная жидкость от стенда, то есть, она как бы считается заполненной. А вот здесь в трубках везде воздух. Его нужно обязательно убрать. Так. Сейчас я сразу обраточку подсоединю на место. Так, кстати, то, что я говорил, нам нужно обязательно сейчас прозвонить этот разъем, чтобы он не был причиной неисправности форсунки. И нет. лучше возможности, чем это сделать сейчас. Все. Разъем на четвертую форсунку, как вы видите, исправен. Поэтому ее можно смело ставить на место и запускать двигатель. То есть, как вы видите, разъемы я там подсоединил, но здесь я основной разъем на все четыре форсунки отключил, чтобы автомобиль у нас, не дай бог, не завелся. Не нужно для нас время. Все. пошло топливо. Закручиваем штуцер. Так нужно проделать каждый. Так, все, разъем дели, все проверяем. И нужно понимать, что у нас на запуск есть только один шанс. Поэтому, как бы страшно ни казалось, нужно заводить автомобиль и сразу же давить в полный газ. не прям в полный в полный, но нужно хорошенько прогазовать его. так, легкое подергивание вас не должно пугать. есть несколько манипуляций, которые нужно произвести для развоздушения. После чего двигатель выравнивается. И, как вы видите, работает он намного лучше. В принципе, краткий курс по восстановлению топливных ворсунок мы с с вами прошли. Мне остается собрать салон, прикрутить сиденье и отправить автомобиль прокатиться, чтобы, скажем так, дать нагрузку ему. Потому что DL-F и топливные поршунки нужно хорошо, лучше всего развоздушиваться под хорошую нагрузку. включаете пониженную передачу и едете на нем стараясь держать максимальные обороты. В целом, как вы видите, он уже работает ровно, не так, как он приехал. Не так, когда он к нам приехал. Есть, конечно, посторонние шумы, но я уже слышу, что они не связаны с совершенно топливной системой. Это совершенно другая история. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будем рады видеть вас в наших техцентрах здесь и на юге. Счастливо! Добрый день, дорогие подписчики! Ну, вот я клиент ОМЗАП. Вчера вот пригнал Киа Бонго. Проблема была с форсунками. Ребята все устранили, проверили, объяснили, все идеально сделали. Сервисом пользуюсь уже лет пять, большое очень доверие. Всем рекомендую, не пожалеете, ребята делают работу качественно, без проблем. Также, имея еще вторую машину, тоже пригоняю, делают все без проблем. Ставлю оценку плюс десять. Всем удачи, подписывайтесь и обращайтесь сервис.